В этом году я первый раз в жизни оказался в Грузии. Сейчас я расскажу, что мне удалось увидеть и сделать этим летом. Это Батуми. Климат в Батуми отличается от остальной Грузии. Он гораздо влажнее, плюс в морях смягчает резкие колебания температуры. Так должно быть в теории, но на самом деле вторая половина августа достаточно жаркая. Улицы, дома, пляж нагреваются до больших температур и потом греют тебя весь день и всю ночь. Некоторым людям нравится повышенная влажность в Батуми. Чтобы не страдать от влажности дома, надо всего лишь тщательно выбирать себе квартиру. Жару часто смягчает приятный ветер, дующий с моря. А если его нет, то надо идти в тенек или под кондиционер. А еще лучше уезжать в горы к прохладной речке. А это водопад. Очень высокий. Попробуем добраться к его низу. Внизу. Субтитры делал DimaTorzok Жары – это полюбить зной, полюбить шататься по жарким улочкам и набережной в полдень, полюбить жариться на солнышке, как ящерица. И когда окончательно прожарились, то тогда отдыхать от жары в тени. Тогда вы будете получать настоящее удовольствие от лета. После климата можно перейти к другой особенности Батуми – к морю. И это очень большая тема. В зависимости от погоды, ветра, волн и облаков, море каждый день разное. Когда бы ты ни пришел, оно найдет чем тебя удивить. Поэтому квартира с видом на море – это очень большое преимущество. Это все равно, что иметь большой телевизор. Не 4К, а 100К, который постоянно показывает лучшие картины лучших художников по движению. Но море – это не только красивая картинка. Три месяца – июль, август, сентябрь. Вода очень теплая, что обеспечивает вам приятное, незабываемое купание каждый день. Конечно, с морем нельзя шутить. И нужно отличать купательную погоду типа такой от менее купательной погоды, типа вот такой. Или от совсем уже не купательной и очень опасной погоды. Надо быть очень неосторожным или не очень удачливым человеком, чтобы попытаться в такую погоду поплавать. И, к сожалению, такие люди встречаются. И сезон пару человек унесло вдаль от берега, и они погибли. Поэтому, если приехали на море, будьте благоразумны. Смотрите на красные флажки, слушайтесь спасателей и не пытайтесь поплавать в шторм. Опасность более чем реальна, и море – это грозная сила. Ну, хватит о грустном, поговорим о другом развлечении. О сапсерфинге. Это хорошая альтернатива плаванию. В Батуми обычно не прокатывают сапы при сильных или даже средних лавнах. Но если их прокатывают, вы можете либо грибсти в спортивном стиле, либо в развлекательном, либо просто чилить под музыку, находясь далеко в море. Сап стоит 25-30 лари в час, и это очень приятная форма физической активности. Наряду с плаванием, хайкингом, лошадками и танцами. В общем, тем, чем раньше занимались аристократы. Как вы могли заметить, в Аджарии очень много воды. Это ручьи, реки, озера, водопады. Все это потому, что Аджария – это субтропики, и тут выпадает очень много дождей. Плюс в горах Аджарии есть ледники, которые тают и тоже дают воду. Поэтому недостатка воды Аджария не испытывает. Дождь в Аджарии, в субтропиках – это не совсем то же самое, что дождь в Средней полосе. Вот пример умеренного дождя. Вроде бы ничего необычного. Вот тоже умеренный дождь. Люди ходят. Вот этот зонтик, ну кто-то без. Ну, в общем-то, погода вполне себе гулябельная. А вот пример умеренного дождя, переходящего в Средней дождь. Здание почти срывается и вижу. Я не стал глушить звук, чтобы вы услышали, как шум дождя превращается в грохот водопада. А воздух становится чем-то средним между воздухом и водой. Город в это время замирает. Не думаю, что обычные взлеты и посадки самолетов возможны в это время. И последнее, на чем бы я хотел остановиться, это грузинская кухня. Не потому, что это маленькая тема. Наоборот, это настолько большая тема, что требует отдельного обзора. Просто скажу, что больше всего мне понравились джахури, хачапури и хинкали. И порекомендую канал Кухня с акцентом, где подробно рассказывается о грузинских блюдах. А на этом видео не разрезают маму хинкаль, похожую на чужого. Многое осталось за кадром. Сам город, горы, Сванетия. Все это достойно отдельного видео. А напоследок, пару кусочков лета. Итак, сейчас самый разгар лета. Мы сидим в Батуми, в рыбном ресторане Кишляндия. Кушаем барабульку, миди. Пьем лимонад, вино. Вместе с Женей. Погода просто замечательная. Посмотрите на эти прекрасные облака, на голубом небе, на эту лазурную воду. То есть все у нас хорошо. Новый день и снова надо идти на пляж. Почему не подделаешь? Такое, что тут порядок. Каждый день надо ходить на море и купаться.